Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова! В сегодняшнем видео мы с вами чуть больше углубимся в тестирование новой косметики от Марио. В прошлом выпуске не было достаточно классаповских видео, масштабированных кадров того, как вообще косметика лежит на веки. И я решила сегодня, пока еще есть у нас день, пока еще не наступил вечер, использовать дневной свет для того, чтобы показать вам, насколько эта косметика может раскрываться при дневном солнечном свете. Вчера мы с мужем решили пойти куда-нибудь погулять. Я нанесла макияж от Марио полностью от матовых теней до шиммеров и поняла, насколько это все красиво смотрится. И поэтому сегодня мы сделаем легкий дневной макияж с использованием его косметики. Надеюсь, вам это видео понравится. Если вы любите новую косметику и обзоры на нее быстро, тогда подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и давайте начинать. Поехали! Да, все-таки дневной свет, он действительно играет большую роль, как мне кажется, в формировании образа косметики. И, наверное, поэтому я всегда люблю снимать при таком свете, потому что вы, дорогие мои зрители, можете увидеть, насколько косметика красиво раскрывается таким образом, чем при ненатуральном свете. И начать я хочу, конечно же, с его палетки для формирования век перед нанесением теней. И я начинала в прошлый раз со светлого оттенка. В принципе, сегодня мы займемся этим же, потому что мне нравится, как этот оттенок отлично перекрывает все мои ненужные вены. И, конечно, мы не забудем запузырить наши веки также. Эта кисточка, она мне настолько понравилась, я использую ее уже в третий день, второй день, и не могу остановиться, не пользоваться ее просто потому, что она настолько универсальна. В то же время она, знаете, работает, делает свое дело, и мне нравится, что она очень такая толстенькая и пушистенькая. Вчера, когда я играла с этой палеткой, я поняла, почему она мне так понравилась в первый раз, потому что оттенки в ней, они действительно очень простые, но в то же время подчеркивают красоту ваших глаз, подчеркивают красоту ваших естественных теней, которые появляются, допустим, при дневном свете, вот особенно вот эта зона. И я считаю, что подбор оттенков, он действительно очень и очень удачен. Начну я с этого красивого, обычного, начального оттенка для транзиции. Просто невероятно классная пигментация, она идеальная в плане дневного макияжа. Я знаю, что тени, как Наташа Динона, они невероятно популярны, потому что, да, у нее пигментация, есть это, но среди именно люксовых брендов, именно брендов, которые были созданы мейкап-визажистами, не очень много теней или вообще формул, которые были бы применимы для вот именно дневного ношения, то есть не очень сильно пигментированной, и если об этом подумать, то это очень даже неплохо, потому что таким образом вы можете применить то, что визажисты применяют в их ежедневной жизни на каждый день, и, в общем, это круто. Насколько, естественно, сразу выглядит эта линия моих натуральных теней, это очень смотрится красиво. Сейчас я хочу взять вот этот оттенок. На самом деле, ребят, я вас обманула в прошлом видео, тут есть названия на обратной стороне упаковки, но они номерные, то есть здесь названия типа матовый первый, матовый второй, матовый третий, матовый четвертый, то есть ничего такого экстраординарного и креативного нет, но, опять же, это макияж вроде как от визажиста с именем. Дальше я хочу взять оттенок шестой, матовый шестой, он мне очень нравится, потому что это идеальный такой коричневый, нюдовый, не слишком темный, не слишком светлый, для моего тона он, на самом деле, просто идеален. И нанесем его вот сюда, в уголок. И посмотрите, ребят, насколько это все смотрится просто потрясающе. С теми этими очень легко работать, они как будто бы сами растушевываются, не залипают. Мне даже, если честно, не хочется добавлять каких-то еще оттенков, чтобы оставить этот макияж более таким естественным, то есть естественная растушевка, естественная смуки-айз. И даже не хочется брать больше трех оттенков, используя эту матовую палетку, потому что, ну, вот не хочется загрязнять или делать его более сложным для нашего сегодняшнего воскресного видео. Я возьму кисточку от Morphe под номером E36 и возьму вот этот вот темненький оттенок, нанесу его на водную линию ресниц. И еще немножко макну кисточкой в тот же оттенок. Так, у нас остались две палетки с шиммерами, и что я хочу сделать? Я хочу, на самом деле, поэкспериментировать с ними обоими, потому что, если мы хотим сделать наш взгляд более таким опасным, как настюшка опасность, гораздо более почерпнуть тени, которые у нас будут на веках, шиммерные, то эта палетка будет нам в помощь. Если же мы хотим более естественный эффект, то эта палетка будет идеальным вариантом. Но мне кажется, что совместить эти две палетки на наших глазах сегодня будет самым лучшим исходом. Я хочу начать с этого красивого цвета золота. Нанести его прямо вот сюда, куда-нибудь, чтобы вы увидели, насколько велика разница между тем, когда вы наносите просто шиммеры, не мокрые, не разведенные в растворе, которые мы будем использовать попозже в этом его фирменном растворе, и как они смотрятся на сухую. Дальше я хочу взять этого серебристого цвета. Хочу нанести его куда-нибудь вот сюда, в уголок глаза, прямо такими. Мне кажется, что текстура вот самих шиммеров, она немножко все-таки отличается от других теней. Я извиняюсь, что у меня здесь такое. Не такая глиттерная, то есть очень естественные блестки. И да, они будут видны на вас 100%, но я не знаю, будет ли тот момент, когда к вам кто-нибудь подойдет и спросит, ой, что это у тебя за такие шиммеры классные? Я вот не уверена, насколько они будут привлекать внимание людей. Понимаете? Теперь я хочу взять этот красивый коричневый оттенок, нанести его на, допустим, левый глаз, а на правый глаз нанести уже наш мокрый шиммер, который мы будем использовать с нашим раствором, чтобы показать вам разницу, насколько это все активнее смотрится при использовании мокрых теней. Просто идеальный такой нюдовый дневной макияж, как мне кажется, получается у нас. Дальше самое интересное. Мы возьмем, соскоблем этот красивый бронзовый оттенок. Возьмем эту жидкость, которая, кстати говоря, называется Master Metal Manipulator. И вот такой у нас получается красивый мокрый шиммер. Мы все равно на этот глаз. Пигмент сразу этот виден. Он настолько бронзовым и ярким выглядит, наверное, поэтому мне так нравится эта текстура. Знаете, напоминает чем-то тени от Наташи Диноны ее Chromium. То есть они такие же жидкие на выходе, и я так понимаю, там есть тоже алкоголь, скорее всего, в составе. И они очень такие же гладкие на ощупь, я бы сказала. Но у Диноны нет как раз-таки никаких оттенков вот типа такого там бронзового. У нее все в зелень уходит или в фиолетовые оттенки. Мне очень нравится, как показывается этот мокрый цвет в сочетании с сухими шиммерами. Невероятно красиво. Сейчас я сделаю то же самое со вторым глазом. Дальше мы возьмем карандаш от Марио в черном оттенке и нанесем его на веки. Мне карандаш тут понравился на самом деле, потому что с ним легко работать. И я получаю идеальные стрелки, что еще нужно от карандаша. Получилась такая легкая стрелка, подчеркивающая, как мне кажется, миндалевидную форму моего глаза. Мне нравится, что у нас получается сегодня. Я думаю, стоит ли нам делать сегодня водную линию этим карандашом. Может быть, совсем немножко, совсем немножко, чтобы был этот эффект вау. Дальше я возьму тушь от Марк Джейкобс. Эта тушь мне очень нравится. Я пользуюсь ей каждый день. И почему-то к ней тянется рука, наверное, потому что она делает все, как надо. Все, что вы хотите от туши, а именно объем, удлинение ресниц, что такое. Тушь, она все это дает. И дальше у нас только завершающие остались шаги. А именно я хочу взять свой консилер от NARS в оттенке ванила и нанести его на вот эту зону. Потому что хоть тени, они прям такие осыпаются очень-очень сильно, все равно есть какие-то следы. Возьму спонж. Хочу взять пудру от Джеффри Стар в оттенке Translucent. Эта пудра, она призвана как будто бы зафиксировать макияж. И она, кстати говоря, немножко сияющая. То есть она не матовая. Знаете, чем она мне так нравится? Ее запах. Она пахнет как какая-то конфета. Главное сейчас не дышать. Потрясающий запах. У меня есть много пудр как в travel size размере, так и в обычных размерах. Вот NYX, например. И ни одна из этих пудр не пахнет приятно. Знаете, ребят, она пахнет как сахарная вата. Вот что-то вроде того. Реально сахарная вата. Дальше я хочу взять свою палетку от Hourglass, на которой я уже делала обзор. Недавно она мне очень нравится, потому что здесь очень красивые цвета. И особенно вот это, эти румяна в оттенке Mood Exposure. Ох, это невероятно хороший оттенок. Супер легко ложится. Очень естественный эффект. Мне очень нравится на самом деле. Дальше я хочу взять бронзер в оттенке Natural Life Bronze. Внести его в нашу зону бронзера. Кто-то сказал в комментариях мне, что этот бронзер очень рыжеват по цвету. Но я не знаю, я не могу сказать, что он прям настолько рыжит мое лицо. Не знаю, мне так не кажется лично. И последний мы нанесем этот бальзам-хайлайтер в гелевой текстуре на яблочки наших щек. Что очень классно об этом хайлайтере, что он ни разу не сдвигает вашу основу тональную или румяна, которую вы нанесли до этого. Вот это невероятно классно на самом деле, потому что не очень многие хайлайтери в жидкой такой форме, они так хорошо взаимодействуют со всеми слоями косметики. Закончу я это все пудрой от Make Up For Ever. У меня она в оттенке Y235. И я обожаю эту пудру. Я использую ее уже, ну, первый год. Это вот пошло точно. До этого я пользовалась разными пудрами. И меня ничего не впечатало. Даже пудра от Chanel когда-то я пользовалась. Или тоже, но она настолько белит мое лицо, что я долго не могла понять вообще, что не так. Почему я не могу найти ту самую идеальную пудру. И вот я ее нашла. Она, знаете, такая легкая, но в то же время она может вам заменить тональную основу. То есть можно ее нанести, допустим, на, не знаю, там, праймер. Или даже на голую кожу, например. И она будет очень естественно смотреться, не утяжеляя ваше лицо. Насчет помады я хочу, скорее всего, использовать помаду из своей прошлой коллекции Barbie, на которой я делала обзор. И я хочу взять какой-нибудь, может быть, даже такой оттенок. Мне кажется, он будет идеальным. Называется оттенок, кстати говоря, Troubleizer. Да, мне кажется, это идеальный оттенок для нашего сегодняшнего макияжа. Супер кремовая помада. Просто идеальный. Закончить я хочу сегодня спреем от Патрика Там. Это фиксирующий спрей с очень большим содержанием всяких разных масел. Но он не масляный, по своей текстуре, как, допустим, спрей от Эльф. И давайте напшикаемся. Очень приятно пахнет. Не слишком интенсивный аромат. Он очень легкий, мягкий. Но хватит вам его реально надолго, потому что вот столько я использовала за, может быть, месяца полтора или два. И вот на этой ноте мы закончим наше видео. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Спасибо, что провели со мной эти 20 минут из вашего ютубного времени. Я хочу пожелать вам прекрасно провести начало этой недели. Желаю вам хороших, идеальных стрелок каждый день. Ну а я с вами не прощаюсь, ребят. Скоро увидимся. Ваша Юля. Всем пока.